В Пермском крае началась активность опасных переносчиков различных заболеваний. Первый инцидент с укусом зафиксирован накануне в городе Чайковский. Клещ присосался к человеку во время прогулки с собакой в лесопарковой зоне. К счастью, исследования показали, что насекомое не переносило опасных заболеваний. А с нами на связи врач-эпидемиолог Краевой больницы имени Вагнера Светлана Белова. Давайте узнаем, как обстоят дела у нас в Березняках. Светлана Леонидовна, здравствуйте. Добрый день. Уже официально объявлено, что наступает сезон клещей. Есть зарегистрированные случаи укусов? На территории города Березняки в этом году укусов клеща еще не зарегистрировано. А так, начало сезона укусов обычно начинается весной. И самые ранние случаи в предыдущие годы были зафиксированы в марте, апреле. Ну и самый пик, конечно, это майские праздники и начало июня. Какие места стоит избегать, чтобы ненароком не подцепить клеща? Конечно же, самые места опасные в плане прикрепления и присасывания клеща – это лес. Далее это идут садовые участки. Но в то же самое время не надо забывать, что к территориям риска относится и городское кладбище. К сожалению, домашние животные, которые бегают в окрестностях домов, в такой сельской местности, могут на себе принести клеща. Как обезопасить себя от укуса паразита? Детельность никогда не нужно терять. Вакцинация детей производится в детских поликлиниках, в прививочных кабинетах. Также вакцину может получить ребенок и в детском саду. Взрослое население может получить прививку, защиту от клещевого энцефалита. В прививочных кабинетах по месту прикрепления – это Ломоносова, 102 и Деменева, 12. И также вакцинация проводится и в городе Усолье по улице Чернышевского в поликлинике. Светлана Леонидовна, спасибо вам большое за информацию. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Всего доброго.